iPhone SE 2. Что нам про него говорят? Маленький iPhone с флагманским процессором, хорошей камерой за 40 тысяч рублей. Хм. Но если мы зайдем на официальный сайт Apple в раздел смартфонов, то увидим еще кое-что. iPhone XR. Только-то на 10 тысяч рублей дороже. С большим экраном, Face ID и тоже одинарной камерой. Поэтому сегодня сравним эти два смартфона и выясним, какой из них лучше выбрать. Действительно ли у SE так хороша камера и кто из них быстрее. Это Дроидер, с вами Борис Иденский. Погнали. Главное отличие, это, конечно, корпус. iPhone SE это компактненько и тоненько. И знаете, в этом есть определенный кайф. Но экран-то маленький и рамки вокруг него. Но, знаете, самое крутое в корпусе SE это, конечно, кнопка. Блин, я соскучился по кнопкам. Площадь экрана здесь 61%, а здесь 79%. Оба смартфона защищены по стандарту IP67 и в обоих есть стереозвук. Производительность. Вы уже наверняка слышали из каждого YouTube-утига, что SE это бюджетный iPhone с топовым процом от A11 Pro. Называется он A13 Bionic. Формально это так, но будет ли он на практике таким же производительным? Поэтому давайте сперва сравним его с A11 Pro. Запустим Antutu, и вот что у нас получается. 435 тысяч баллов против 550. Это, знаете ли, разница. Причем в целое поколение. Возвращаемся к XR. Здесь как раз-таки стоит предыдущий чип A12 Bionic. Посмотрим, сколько выдаст он. При том, что все остальные характеристики USE и XR одинаковые. 3 гига оперативки и тот же тип накопителя NVMe. Что получается? XR действительно выдал меньше баллов, но разница совсем несущественная. 415 тысяч баллов, по сути, в рамках погрешности измерений на одном смартфоне. Ну окей, давайте попробуем посмотреть, как это влияет на реальную жизнь. Проведем тест на асфальт. И менюшка приложения на XR запустилась чуть позже, но непосредственно игра и карта на всех смартфонах одновременно. Так что пока, несмотря на чип A11 Pro, нельзя назвать более производительным смартфоном, но мы посмотрим еще, как они справляются с обработкой изображений. Ну а если вы хотите более продолжительный опыт использования этого девайса, то нажмите на бубенчик, на колокольчик и на лайк. И в... бубенчик, колокольчик. Это одно и то же. На подписку и на лайк. И напишите в комментариях, что хотим опыта. Вот с экраном сложно. Честно говоря, дисплей обоих смартфонов меня восторгов вообще не вызывает, особенно в сравнении практически с любым андроидом за 30 тысяч. И дело даже не в разрешении. Фиксным плотность точек здесь одинаковая. 326 ppi. И этого вполне достаточно для того, чтобы вы не замечали пиксели глазами. Дело в матрице. В топовые айфоны и в большинство приличных андроидов ставят OLED или AMOLED-экраны. И это не только про хорошее изображение цвета, но и про энергоэффективность. Тут стоит IPS-матрица. По углам обзора и контрастности они уступают и тем, и другим. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. И так-то по чесноку вживую такой экран вообще не выглядит дорого. Ну и 60 Гц, естественно. До этого не будем доказываться. Но интересное различие. Здесь 4,7 дюйма, здесь 6,1. При этом, по первым впечатлениям, пользоваться экраном SE в 2020 году можно, и это даже удобно. Хотя привычного простора не хватает. Прежде всего, за счет разного соотношения сторон. Здесь-то 16 на 9, а здесь подлиннее 19,5 на 9. Но на мой вкус 10R однозначно выигрывает большой. Переходим к горяченькому камеру. И тут Apple сама всех немного запутала, сказав, что у SE самая хорошая однокамерная система от Apple. По этой логике выходит, что 10R по камере как бы хуже. И тут как бы формально спеки вроде бы одинаковые. 12 мегапикселей, оптический стаб и видео 4K 60fps оба могут. Оба не могут ночной режим, несмотря на топовый процессор здесь, что само по себе как бы странно. Ну, окей. И глядите, что выходит. В темных условиях обоим смартфонам сложно сфокусироваться. В отличие, кстати, от 11 Pro. И картинки получились примерно одинаковыми. Портреты тоже получились очень похожие. Можно подокапываться, но не буду. А вот в обычных условиях на первый взгляд все тоже похоже. Но если приглядеться, видно, что у 10R и деталей побольше, да и шумов поменьше. На самом деле обе камеры хорошие, они мне понравились. Но, судя по всему, в 10R она немножко лучше. Могу предположить, что тут стоит какая-то другая матрица. Но это так, чисто пальцем в небо. А что по фронталкам? Номинально они тоже одинаковые на 7 мегапикселей. Но на деле разница еще больше заметна. И тоже в пользу 10R. Кроме этого, здесь в помощь приходят 3D-модуль от Face ID, который призван улучшать портреты. С батарейки тоже интересно. В SE стоит такая же, как у iPhone 8. На 1821 мАч. У 10R в полтора раза больше. 2942 мАч. Тест на долгоживучесть я провести не успел. Опять-таки ждем опыта использования. Но в пользу малыша говорит, во-первых, более компактный экран и новый, более эффективный процессор. Но цифры все-таки за 10R. Так что тут сложновато сказать, кто лучше. Зато у обоих смартфонов есть быстрая зарядка. Здесь даже побыстрее. 18 Вт против 15. И, как всегда, этой быстрой зарядки нет в комплекте. Фишки. И тут, казалось бы, новинка сейчас разгуляется. Загибаем пальцы. Wi-Fi 6. И все. Остальное одинаковое. NFC для Apple Pay есть eSIM. Важное отличие, конечно, разблокировка. Face ID против сканера отпечатков кнопки. И тут, конечно, можно шутить про то, что сейчас все в масках. И какие помолодцы, что сделали Touch ID в телефоне. Но я в Android смартфонах пользуюсь и тем, и другим. И по опыту, моему личному, могу сказать, что разблокировка по лицу все-таки быстрее и удобнее, чем по отпечатку. На стороне 10R также операционка, заточенная под управление жестами. А SE, скорее всего, получит более долгий срок поддержки. Говоря об SE, все почему-то вспоминают iPhone 8. Хотя, на самом деле, надо вспоминать семерку или даже шестерку. Именно тогда подобный дизайн появился и казался актуальным. 10R все еще выглядит как современный смартфон. Тут чувствуется дух времени, если хотите. Итак, iPhone XR, iPhone SE. Разница 10 тысяч рублей. И что же мы за них получаем? И прежде я хочу сказать спасибо магазину The Case, который нам подогнал 10R. Где же его еще взять? Зацените у них другие гаджеты и смартфоны. В итоге выходит почти одинаковая производительность. У 10R камера получше. И экран куда круче, потому что большой. И есть Face ID. На стороне SE, по сути, компактность, кому это нужно. И официальная поддержка. Так что мои личные предпочтения по итогам сравнения на стороне этого смартфона. Но надо понимать, что история с ценой это исключительно российская штука. В Америке, например, разница намного больше. 400 долларов и 600, соответственно. Но обязательно напишите, на чьей вы стороне. Потому что SE это все-таки ностальгия и потенциально народный смартфон. Так что не все здесь так просто, как может показаться техноблогеру. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Борис Единский. Это Дроидер. Подписывайтесь, жмите лайк и бубенчик. Увидимся в других роликах. До встречи в будущем. А ну, для досмотревших до конца. Я уже несколько недель пользуюсь новым iPad Pro 2020. И недавно ко мне приехала свеженькая клавиатурка. Магическая, обновленная. Вот, левитирующая. Так что скоро будет опыт использования этого всего добра вместе. Не пропускайте! Продолжение следует...